желание продемонстрировать свою партнершу в принципе это очевидно в такой группе администратор и вот даже админ и есть очень нехороший ресурс да вот эта энергетика совпадение по энергетике ты ощущаешь свои ты знаешь ты на уровне сознания не ощущаешь они на уровне сознания знаешь свои ресурсы свои плюсы ты готов расширяться как мужчина да то есть вот в таком формате какие-то новые области в какие-то новые области входить и в событиях это будет переписка скорее всего по интернету какая-то такая переписка сначала а потом уже дальше для нее это будет как знак то есть но мысль что-то отсечь возможно знаешь еще какие-то такие отношения незаконченные где-то чего-то учет так часто они тянутся там что-то там муж который там уже развелся успеть там в подъезде и набьется и припрется классика жанны ну вот про что не желание такое ресурсы для на такая прямо очень социально активная очень социально активная и секс там не на последние части и она да она ждет она просто выжидает если ты стараешься бессознательно что-то детство она выжидает она как бы такая копит энергию вот рутиной занимается какой-то такой вот вещь нужно делать вот по времени очень тяжело на картах никто не говорит изгадателей по времени я сама ходила мне тетка я на кофейной гуще себе сама гадала и она такая типа играла когда я в сентябре к ней пошла она такая говорит я вижу новогодний мишурой украшена эта квартира все я такая опачки тут уже осталось совсем видишь как ты ничего не произошло на следующий год как раз но вот они просто немножко по-другому видят они для них это впадание выпадание в некий такой поток кофейные посмотрели это как закрывает глаза и видит какие-то картинки но это все таки все так чревато я стараюсь через более ассоциативные какие-то ряды потому что здесь очень сильный на картах алистер кроли очень сильный символизм здесь и астрологические символы и буквы еврейского алфавита и вот классика венгенеанская да то есть все 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 есть такие символы все записывали мы остановились на девушке этой которая сама по себе социально активно так вот вот как раз было такое что вот вот точно такой же классика когда мы учились на этом было что естественно девчонок там много не замужник было и значит что выбираешь себе по архетипу да то есть если несколько выпало то ты выбираешь кого-то то здесь выпала одна девушка ну соответственно мы ее и привлекаем а а если бывает несколько и вот там такая она вся ну хорошо зарабатывающий такая девушка вот и значит и ей пришел и и и говорят что вы сейчас тобой начну знакомиться вот кстати опять таки максима тебе тоже сейчас начнут какие-то девчонки писать со всеми знакомимся потому что сейчас мы разгоняем энергию вот это вот знакомство знакомств потому что раз два три а потом четвертый вот как раз это будет да и она спускается в метро в тот же вечер спускается в метро и в вагоне сидит мужчина ну очень симпатичный хорошо надет и все и вот как-то вот он смотрит и смотрит выходит на ее станции подходит не гадюшка можно с вами познакомиться и она ведь я просто на автомате и мы отвечаем я и метро не знакомлюсь дурочка мне машина просто сейчас сервисе разворачиваться и уходит это понимать что вот вот она вот то есть вот этот момент не надо упускать вплоть до того что там если к тебе если ты выбрала мужчину вот этот пришел увидел победил да вот такой типа но военные юристы там до силовики и там какие-то политики вот это такой архитив то когда тебе подъезжает там на девятки цвета баклажан идиюшка давай познакомиться на три буквы посылать не надо то есть ты можешь культурно сказать что вот как бы там я занята там еще что-то уже как только ты отсекаешь вот так вот все вот эта структура который мы вот эту тонкую начинаем создавать она сразу обламывается то есть даже если начинают писать максим не совсем адекватные девушки это мы со всеми очень аккуратненько общаемся и даже может быть кофе понимаешь потому что это нужно уже тогда тык 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 за эту ниточку потянуть когда ты тянешь то тогда уже какая-то крупная рыбка а когда идите со своей ты девятки цвета баклажан то все вот это с метро это классика жанра потому что мы привыкли в каком-то в какой-то программе мыс то есть у меня есть представление что мы это мужчина должен быть таким таким там со своим автомобилем с определенным статусом потому что я жил на определенном статусе да то есть я если я там руководитель среднего звена то мне ну скажем человек который в шиномонтажке работать ну как бы вот ну никак ну потому что это статус мой между прочим недавно и премьер-министр эстонии он же работал шиномонтажа до этого это раз а потом недавно я читал о том что экс-супруга самого богатого человека этого безоса владельца амазона женилась вышел замуж за школьного учителя миллиардерша так что но тут еще опять таки одно дело некая интеллигенция да это может быть школьный учитель но он высокодуховный человек у него есть своя миссия допустим там учить детей и это ее привлекло с ним есть о чем поговорить а когда девушка там долго училась там заканчивая университета и она умная начитанная образованная и хорошо если этот товарищ на монтажке читает карты и может поддержать разговор но скажем это большая редкость хотя у меня на самом деле был очень хороший знакомый еврей который чинил машины то есть мне вообще сначала разрыв шаблона был когда я узнала что он еврей но он похож был на отца там это же через мать передается да и он был похож на отца такой светлоглазый светловолосый еврей оленевод а почему а почему разрыв шаблона потому что в основном это люди образованные юристы донтисты ну как у нас это ну скрипачи музыканты там да то есть в основном это такая некая пускай не или там ну скажем люди которые не работают руками он прямо кайфовал ему нравилось это делать он в общем хорошо зарабатывал на этом да ну это его сервис был ну вот он сам с этим сенька варял в общем давай тогда скажем как познакомиться как познакомиться сделаем ролик на эту тему как познакомиться как познакомиться все хотят познакомиться что для этого нужно как не упустить момент ну во первых нужно четко сформулировать что ты хочешь есть прямо целый алгоритм до вопросов для того чтобы ты уже для себя для своего сознания для своего бессознательного чутко определил чего ты хочешь для начала хотя бы описать какой должен быть твой будущий там партнер или партнерш начинает внешности и заканчивая положение в обществе до плыть до того что можно даже на листочке прописать как он выглядит в какой сфере работает на сколько зарабатывает когда у него недвижимость какое материальное положение какая машина вот все чем больше ты пропишешь тем больше как бы ну единственное что но не надо правил со встретить это что встретиться просто наше сознание начнет высвечивать этих людей когда у нас нету представления о том кого мы хотим у нас ничего не высвечивается когда мы четко понимаем кого мы хотим у нас мы начинаем эти люди начинаются подсвечиваться в нашем пространстве и тогда мы видим о вот или о вот а остальных мы просто мы уже интуитивно чувствую что это не то это не то это не четко определить но единство что не надо там что у него дом вимся на такой-то улице вот номер такой-то нет вот так не надо то есть у него есть дом допустим если ты где женщина хочет что там возиться с садом и со всем остальным или у него там квартира в новом доме с бани ну вот как бы вот так как же любовь любовь это все замечательно но мы же должны определиться с кем мы хотим с кем мы хотим вот тогда она начнут подсвечиваться ну конечно четко нужно понимать что если я если мне там пятьдесят семь лет у меня там 35 килограмм лишних и никакие ботоксы подтяжки у меня не сделаны и все все мои годы и все мои мужья отразились на моем лице то понятное дело что 35 летнего мужчину заказывать бессмысленно хотя он может появиться но просто ну чуть-чуть как бы понимать что нужно себе пускай не подобных да но ресурс такой же то есть если у тебя вы уже было вот это в твоей жизни то ты можешь такого мужчину заказать если ты живешь извини в общаге делишь эту комнату с подругой то в принципе нужно все таки реально смотреться на жизнь и заказать пускай там будет хороший там специалист у него квартиры в кредит но почему нет ну сейчас все это кредит но у него квартира пускай там двухкомнатный трехкомнатный сейчас практически все это могут себе позволить кто работает ну бывает конечно категория людей которые вообще не нужна недвижимость они снимают и счастливы и все они здесь поснимали полгода через полгода на луа поехали там поснимали ну если вы да не могут дистанционно работать можно такого заказать и почему я знаю я знаю тоже таких людей и сейчас они и страдают потому что такой курат блин я вообще не знаю уж забыл что такое зима я забыл что такое зима сознательную жизнь когда смог зарабатывать я проводил день в таиланде зиму и потом приезжал летом сюда ну потому что зарабатывает он может снимать здесь и там точно так же там еще и дешевле если будут странами ехать почему нет ну просто мышление нужно чуть поменять если мы работаем дистанционно на без разницы где работать какая разница где нажить хорошо здесь родители но я живу здесь часть времени честь времени там ну сейчас просто все сломалось системы это надо сначала четко прописать кто то есть не надо прописывать что это должно быть боевой семерка именно с таким салоном пускай это будет просто машина премиум-класса но если ты понимаешь что ты это потянешь потому что мы часто не тянем это вот я не хочу яхту потому что не знаю что с ней делать мне она не нужна а кто-то кто хочет яхту он четко знает для чего она у него есть права капитана и он знает узнает где я могу причалить и там пожить пару месяцов да потому что там это дешево и нормально все это обеспечение яхты будет происходить и как он будет передвигаться поэтому и какую конкретно яхту хочет да то есть такую или такую понятное дело что как у бромовича там не каждый может себе позволить да то есть ну вот нужно реально мыслить и после этого уже тогда что-то тоже делать то есть целенаправленно взять вот у тебя есть образ уже этого мужчины ты прописала или там женщины ты прописала с характеристиками желательно и внутренне человеческими эмоциональными да то есть спокойный там кто хочет к спокойствию там какой-то интеллектуал или там что должен быть спортсмен веселый чтобы мы с ним путешествовали там прыгали я не знаю там с этими ныряли там дайвингом занимались и прыгали с парашютой каждый выбирает себе нужно прописать это и такие тоже вещи и прописать как скоро ты хочешь найти допустим сейчас можно писать я познакомилась или там вышла замуж до конца этого года почему нет когда мы для своего сознания станем оставим ограничения по времени то это все начинает происходить быстрее а мы зачастую не знаем кого мы хотим когда вы не приходят а а с каким-то это мужчины хотел бы добрый муки опиши его я не знаю ну как бы ну а добрый что этого мало ну может быть добрый маленький толстенький лысенький и 73 лет ну как бы там тебя будет искренне любить но когда тебе извини 35 тебе хочется мужчину помоложе ну это же логично нужно прописать возраст обязательно от и до в рамку какую ты хочешь попасть может быть даже национальность потому что например для меня очень ключевое чтобы меня понимали я не владею так эстонским чтобы вот эти нюансы языка обыграть а для меня очень важно потому что я люблю пошутить и это будет такие вот шутки именно на языке на двухсмысленности на чем-то еще и если я пошутила и сижу одна ржу ну как бы ну что с тобой делать боже мой поэтому иностранцы все сразу отметаются моментально тогда то есть вот когда я выбирала да для себя и это работает на самом деле это это реально просто потому что мы начинаем тогда этих мужчин видеть а до этого нет они появляются в нашем пространстве это вот этот феномен когда я хочу купить какую-то машину все это знают боже мой я хочу там дает арест голубой я рис голубого цвета и ты начинаешь их видеть вообще просто везде сколько же этих тойота вот тоже самое я хочу такого мужчин и они начинают появляться в пространстве или такую женщину а пока ты не поймешь кого ты конкретно хочешь ничего не появится вот и тогда что-то какие-то телодвижения ходить там на ну сейчас это ладно отменяется да ну понятное дело что сейчас в бар в этот прийти ну конечно мало шансов познакомиться библиотеки уже никто не знакомится но по крайней мере на какие-то тусовки там и будут народ там мафию собирает какие-то не не знаю мероприятия там какие-то большие концерты нужно выходить 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 туда где люди тем более можно выходить в конкретные вещи да там мафию играет ли явно достаточно интеллектуальные и интересные люди а то есть я пошла туда я пошла там на какой-то там симпозиум и там я не знаю на какой-то не знаю лекцию до тематическую потому что хорошо когда этот человек еще в какой-то в твоей теме какие-то общие интересы должны быть вы можете быть разные но общие интересы должны быть если нет вообще никаких общих интересов принципе очень все сложно да то есть она любит посетить сериал посмотреть а он любит по горам по горам полазит да ну и что и получится что они работают а потом он в горы она с сериалом как-то ничего не получается поэтому как на какие-то тематические вещи ходить и плюс обязательно вот эти интернет знакомства они очень хорошо работают мне куча народу перезнакомилась переженилась потом развелась еще переженилась то есть как бы это реально работает другой вопрос что нужно все-таки понимать что когда мы встречаемся особенно после долгого воздержания это не только человек понравился для безумия ты просто секса давно не было и вы нужно понимать что сначала нужно вот этот сексуальный голод закрыть потом еще пообщаться какое-то время и только после этого съезжаться а у нас получается так ох какой классно это вообще все нравится съехались потом что-то тут не так тут не так тут не так и начинается опять мне не повезло все вообще мужчина или там женщина это не моё нет ребята вывод удовлетворите свой голод погасите а после этого уже тогда присматривайтесь друг другу потому что сейчас народ на самом деле уже такого плана что они не хотят с кем попало но тут получается палка двух концах да ты молодец ты копишь вот эту мужскую или женскую энергию для той встречи там которая произойдет но когда вы встречаетесь то это получается взрыв всего и мы не видим недостатки других людей тогда нужно все-таки понимать что мы какое-то время должны пообщаться с друг другом психологически считается только через год люди реально понимают хотя до не встречаться с этим человеком или нет вот повстречавшись так плотно не то что там раз в месяц встретить на вы именно повстречавшись вот ты понимаешь уже это ты уже знаешь достаточно об этом человеке чтобы понимать хочу я быть нет или не хочу но это чисто психология обычно там месяц-два уже все съехались уже все хорошо так что пишите знаешь я хочу сказать насчет интерната знакомства что ну вот пандемия там все эти новости да а а о том что разводятся о том что насилие домашние там депрессия а у нас в группе полноста в группе все наоборот сыграли но за две свадьбы точно повстречались стали вместе жить вот и я ну сколько этих пар я честно говоря не знаю но можно догадываться некоторые пишут просто некоторые пишут да и можно вот из тех кто сообщил об этом посчитать да ну вот то есть у нас то наоборот все пандемия пандемия наоборот сводит людей да потому что кто-то сел дома кто-то наконец на самом деле нет она не сводит то есть она не влияет ника не влияет но почему и и сводит тоже потому что люди сели дома вечерами если раньше они шли побухать потусить а кого-то там в ночном клубе найдешь ну это тебе подойдут знакомиться реально обнаглевшие или просто уже которым уже в принципе пофиг откажешь ты или нет а нормальные парни не подойдут потому что же тоже гиги там начинаешь уже да и потом я могу сказать что вот феномен красивых женщин да им тяжело познакомиться красивой женщине подходит два вида мужчин знакомиться на улице это или пьяный которому уже в принципе море по колено или наглец которому вообще в принципе по колено и без алкоголя и получается что красивые тетки достаются ну понятно что это если брать самым активным самцам самому жратом но у хорошие спокойные парни для них практически недоступно если они яркие красивые а мы когда извините в ночной клуб идем уже хотим выглядеть примерно на 200 процентов и мы вот все понимаешь мы выложились а подходит только какой-то блядь она вообще который или вообще который хочет поднять тост задам получилось только икнуть и упасть под стол вот такой вот вариант и разочарованы на такси одна едешь ни с кем не познакомиться поэтому а сейчас все сели вечером дома никуда не сходить и начинают знакомиться другой стороны пандемия хорошо тоже она мы заглянули внутрь себя увидели с кем мы живем и поняли что ну это доживание потому что очень много пар по разным причинам живут вместе в таких нечеловеческих эмоциональных условиях что это просто катастрофа отсюда начинаются раки всякие там все болезни желудка да там язвы опухоли я не знаю там ну куча всякой такой псориазы это все вот от того что мы живем с людьми с которыми нам плохо и получается что ну вот там 40 плюс ну чё я уже буду там кому я уже нужен реально очень многие мужчины 50-летние если жена от них не ушла они так и живут даже кому я нужен я уже ни с кем ничего не построю потому что жена сколько царь лет говорил что ты нахрен никому не нужен ты старый алкоголик там еще что-то и это получается доживание доживание подождите без там даже есть 50 лет у тебя еще 20 лет активной жизни до 70 лет можно активно жить если у тебя все хорошо эмоционально можно со здоровьем следить и путешествовать и все люди после 70 путешествует то просто там уже как бы получается тяжеловато ну просто выбираешься маршруты там не надо на эверест подниматься можно просто в грецию съездить посидеть там колбасы и напопить коктейльчики со своей любимой женщиной пускай она тоже там 65 лет и классно ну кускай путей европейцы вот эти пенсионеры путешествуют это же вообще дорого смотреть а у нас все мне уже 50 я уже мне уже пора на свалку списывать как бы чего только жизнь начинается еще считаю что после 45 идти начинается самое интересное даже первое дети уже подросли тоже свою биологическую роль выполню и можешь 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 при желании с внуками посидеть ну или когда надо конечно детям помогать надо с внуками а с другой стороны у тебя уже есть какой-то ресурс финансовый да ты знаешь уже как деньги зарабатывать ну к этому возрасту уже надо научиться хотя бы на свои расходы вот у тебя уже есть где жизнь на что жить и у тебя уже включился вкус жизни ты знаешь чё ты хочешь куда ты хочешь съездить у тебя уже есть некая жизненная мудрость и ты реально начинаешь получать вот это ощущение вкуса жизни я вот с кем из успешных реально там людей общаюсь которые для себя закрыли вот многие вопросы после 40 только жить начал а ты говори так классно я прямо я мир вижу намного ярче вкус ярче все ярче люди ты начинаешь понимать что я не хочу с этими общаться я не буду я могу себе позволить мне общаться с токсичными людьми я общаюсь с теми с кем не интересно с кем не по кайфу я езжу туда где мне хочется они где путевка подешевле я лучше подкоплю и поеду туда куда я хочу и это кайф кайф уже все это мы молодые там пытаемся и карьеру построить еще что-то кому-то доказать не никому не надо что доказать не вообще уже по барабану до всех я для себя живу и это очень правильно вот это а для кого еще жить так как не для себя а в следующем видео мы поговорим с элиной о боге которому ирина поклоняется и этот бог это закон и правило